Благословен Господь, и имя Его да будет благословенно. Я думаю, что есть за что благословлять нашего Господа. День сегодняшний начался с милости Его, великая Его милость, так ли? Конечно, конечно. Раз мы здесь, значит милость Его, значит милость Его. Благословенные Вы, что Вы пришли сюда, на это место. «Ты хорошо сделал, что пришел». Вы, наверное, многие из вас знают эту фразу, ставшей буквально крылатой фразой. И многие проповедники по-разному муссируют эту фразу, подставляя ее в основном к тому, что Вы пришли в дом молитвы, в церковь. Вы, наверное, помните, кто сказал эту фразу? А? Конечно, Корнилий. Это событие описано в 10 главе «Деяния апостолов». Случилось так, что Корнилий – это сотник, это вражеский солдат, вернее, офицер, который был оккупантом Израиля, он из полка италийского, то есть элиты был, это гвардия была итальянская, римская, этот гарнизон, и он был офицером этого гарнизона, который стоял на страже римских законов и подавлял любое сопротивление иудеев. И вот этот человек, который был свидетелем явления ангелов, он имел общение с ангелами, получил такое свидетельство от Бога через ангелов, что нужно вот для того, чтобы ты спасся, тебе вот ты вообще неплохой парень. Вот о нем написано, что он творил много милостей и много молился, ну, и это был необрезанный, это был язычник, к которому иудеи вот так относились напряженно. Этот человек приобрел благодать у Бога, и он сказал, позови Петра, называем Симоном, он скажет тебе слова, которым спасешься ты и весь дом твой. И когда Петр пришел со своими спутниками, то Корнилий сказал, ты хорошо сделал, что пришел. В чем заключается эта хорошесть? Кому хорошо от того, что пришел Симон, называемый Петром, в дом Корнилий? Я бы вот немножко хотел с вами поговорить, и поговорить об этом хорошо от того, что пришел Петр в дом Корнилия. И кому от этого хорошо? Ну, конечно же, вы сразу среагируете, прежде всего, хорошо Корнилию и дома его, потому что ангел сказал, что спасешься. Это спасение пришло в дом Корнилия. Это хорошо? Конечно. Ничего хорошего, более хорошего нету в этой жизни, как то, что мы с вами спасенные. Аминь? Конечно. Аминь. Ну, хорошо было и Петру. Там, кстати, не написано, а Корнилий не сказал, ой, как мне хорошо, как хорошо моему дому, что ты пришел. Он сказал, хорошо, что ты пришел, оставив вот на рассуждение, кому хорошо из того, что Симон пришел в дом Корнилия. Там всем было абсолютно хорошо, которые пришли в этот дом. И Корнилию, и всему ему родству, всему его дому. Написано, спасешься до, весь дом твой. Не имеется в виду, вот дом – это семья, это дня, это родство. И вот все, которые жили не в Риме, возможно, у него родственники и в Риме были, в Италии где-то, но весь его дом был спасен через это слово. Хорошо было и Петру. Почему? А потому что он услышал повеление Божье, он его уразумел, и самое главное – он послушался. Ему от этого было хорошо. Мы говорим, что хорошо, когда мы пришли в дом Божий. Нам от этого хорошо. Зачем? Почему? Почему мне и тебе хорошо, что ты пришел в дом Божий? Потому что слово, которое здесь слышит, оно спасает нас. Оно поддерживает, оно охраняет, оно наставляет. Сегодня вот брат наш Ваня в начале собрания цитировал местописание из 26-го псалма. Я тоже хотел его читать, и вот тоже повторю эти слова, которые были уже прочитаны ранее. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господней и посещать храм его». Это говорил Давид. Ну, возвышенные слова. И я должен сказать, что это не какой-то вот виртуальный вот персонаж, не тот, где вот просто вот так, он собирательный образ. Это историческая личность, которую берегут евреи, где бы они ни находились. Вот память об этом человеке. Но это и прообраз для всех нас, потому что все, что было с ними, это прообраз для нас. И вот на примере Давида я вот немножко скажу, что хорошего от того, что мы приходим в дом Божий. Итак, Давид. Если он говорит, что я просил у Бога одного, чтобы пребывать в доме Господнем, вот восхищаясь, он говорит, что Господь вот обитает там, вот где дом Господний, то я, когда почитал о жизни Давида, что заметил, что не всегда было так. Не всегда было так. Если вот хоть кто-нибудь сегодня, есть такой человек, которому вот кто-то позвонил или сказал и сказал, эй, пойдем в дом Божий. Есть ли такой человек? Нет. Все вот сознательно планировали и собирались идти в дом Божий. Но Давид вот в одном из псалмам говорит, что я возрадовался, когда мне сказали, пойдем в дом Божий. И вот, ну, по-доброму хочется завидовать этому человеку. Ну, где бы он ни был, он только мечтает о доме Божьем. Мечта его, чтобы пребывать в доме Божьем, чтобы там быть, жить, от всего отказаться, вот только там, только там. Но я опять напоминаю, что это не всегда так было. Давид, вы знаете, что становление Давида как личности, становление Давида как царя было вот в тесных обстоятельствах. Это было при гонении со стороны Саула. В окружении Давида, беглого Давида, ну, было его соратников, четыреста, и на другой раз, говорится, шестьсот человек. Вот его были сподвижники, единомышленники, те, которые его поддерживают, подкреплял, защищал, против миллионов миллионов всего общества Израилева. И вот, когда Саул, как показалось, Давиду очень, он же его стал донимать и преследовать, он бежит в землю Моавицкую. Читая из Первого Царства, 22 главы, пятым стихом. «Но пророк Гад сказал Давиду, не оставайся в этом убежище, но ступай иди в землю Иудину». «Но пророк Гад сказал Давиду, не оставайся в этом убежище, но ступай и иди в землю Иудину», то есть земли Моавицкой. Вот чего-то евреев как-то в эту Моавицкую землю тянуло. Помните, Емелье, 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 Елех тоже рванул туда вместе своей семьей. Показалось ему, что вот, ну, Вифлеем, земля хлеба оказалась бесхлебной, а вот на Моавицких полях там полно хлеба. Чего-то туда тянет народ Божий, на поля Моавицкие, там, кажется, и трава зеленее, небо голубее, и вот хлеб белее, пышнее, вкуснее. Туда побежал и Давид. Можно было бы, конечно, прочитать вот за этого Емельеха, что потеряешь все там, потеряешь все, как вот в книге Руфи, помните это событие? Пришла на Емель ни с чем, вот с одной только невесткой. Потеряла мужа, потеряла двух своих сыновей, ничего, пришла с пустыми руками, казалось бы, пошла вот за прибылью, казалось бы, пошла для того, чтобы, ну, царствовать, чтобы вот благоденствовать, получилось наоборот. Давид тоже так показалось ему, что в земле Моавицкой было и будет и спокойнее, и комфортнее, и безопаснее. Но его в этой стране находит Гад, пророк Гад. Как он умудрился его найти? Ну, мы-то понимаем, что его Бог вот послал, Бог привел, Бог сказал, там прячется Давид. И вот, когда приходит Гад, и Давиду говорит, что уходи с этой земли в землю Иудину, на мой взгляд, это было не мудрое решение. Вот не пропустите. Давайте мы вместе посмотрим на нашего брата. Все благополучно, он доехал, садится. А теперь слушаем дальше. Давид думал, что в земле Моавицкой ему будет лучше. Но Бог говорит, иди в землю Иудину. Ну, я как говорю, что, мне кажется, на мой взгляд, это пророк попал в заблуждение или в обольщение. Куда? Вот в руки Саула. В руки Саула. Давид возвращается. Читаю дальше. Это мы в 22 главе читали с 5 стихом. Читаем 1 царств, 23 глава, 14 стих. Саул искал его, Давида, всякий день, но Бог не предал Давида в руки его. Слушайте. Саул искал его, Давида, всякий день, но Бог не предал Давида в руки его. Давид послушался, возвращается в Иудею. Мы еще к этому вернемся, почему в Иудею. Но Бог не предал Давида в руки его. Проходит немного времени. Проходит немного времени. 27 глава, читаем, с 1 стиха. И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистинскую, и отстанет от меня Саул, и не будут искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его. Смотрите, как человек Божий, как ты и я реагируем на притеснение. Бог говорит, вот будь в земле Иудиной. Человек говорит, не, не могу, здесь враги кругом, все ищут души моей, здесь вообще такие условия, что если я не буду изворотливый, то не спасусь. Но здесь написано, что Бог спасал, Бог охранял его от Давида, от врага, иным словом, от врага. Давид был всегда спасаемым Богом от врага. Давид уходит на Моавитские поля, в Моавитскую землю, его находит Гад, его находит Господь, и говорит, возвращайся в землю Иудину. Но притеснение продолжается, Давид опять ищет его, и здесь написано, что, но Бог не предал Давида в руки его, в руки врага. Я хочу вам сказать, что это происходило на земле Израилевой, на земле Иудейской, куда Бог повелел Давиду возвратиться. Давиду это показалось малым, таким шансом, это иншуренс для него показался слабоватым. Ну да, Бог повелел, но в конце концов как-то Бог вот просмотрит, как-то вот отвлечется, и Саул меня тогда точно поймает. Враг меня поймает. И говорит, что я, ну нет ничего лучшего, уйти из земли Иудейской. Теперь, раз Моав, не по сердцу Бога, ну пойду тогда в землю Филистинской. Лишь бы только не быть в земле Иудейской. Земля Иудейская называется еще Нагорная страна. Почему Нагорная страна? Потому что она расположена на гряде Сионских гор. Иначе Бог еще называет его Сион. Сион. Мы поем песни Сион, радость моя, дух мой влечет к тебе. Почему? Почему? Вот Бог требует Давиду, почему Бог требует всем нам, чтобы мы непременно были в этой Иудейской стране на этом Сионе, невзирая ни на какие проблемы, которые встречаются в нас. Да, мы читаем, что проходя, вот, самопевец дерзновенно говорит, что вот проходя долиной, вот, плача, что случается? Бог открывает в ней источники и дождь благословений, не просто дождь, вот, делает меня мокрым, благословения так идет, так щедро, как дождь покрывает меня. Давид это узнал, вот, в своей жизни. Бог оставляет нам примеры для того, чтобы, смотря на Давида, мы поступали или поступали как Давид, или же наоборот не поступали как он. Он нам пример того, как должен жить человек Божий, как должен жить ты и я. Господь говорит об этом земле иудейской, вот, я читаю из книга Исаия 2 глава. И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами и потекут все народы и пойдут многие народы и скажут придите, взойдем на гору Господню в дом Бога Яковлева и научит он нас своим путям и будем ходить по стезям его ибо сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. Когда речь идет об земле иудейской, это не об иудеях, которые хотели распить и распили Господа нашего Иисуса Христа. Речь идет с вами о нас с вами, о доме Божьем, как апостол дерзновенно говорит, что о доме его кто? Мы. Мы. Вот о какой земле иудейской, вот о каком сионе, вот о каком доме речь ведет Господь речь. В 56-я глава книги Исаия Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения и жертвы будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. В моей церкви, откуда я выехал из Союза, принципиально не поцепили табличку, там, как нас цепляли. Вот дом молитвы там, пятидесятников, дом молитвы баптистов, написали дом молитвы. И, хотя и многие противились, напиши, что пятидесятники здесь сидят, а не баптисты и не адвентисты, потому что появились многие, чтобы люди знали, куда заходят. Один благоразумный брат сказал, не, дом молитвы будет наречен для всех народов. На этом и остановилось. Когда Давид бежал из Иудеи, из Дома Божьего, Бог его постоянно возвращал, Бог его постоянно возвращал. Помните разговор Самарянки с Христом? Самарянка насколько была подкована теологически, что она знала, что спор между учителями самарийскими, учителями иудейскими, они спорили, где поклоняться. Это удивительно. Блудная женщина насколько была подкована в теологии, я вот, я удивляюсь этим знанием этой женщины. Но Бог сказал, вы вот не знаете о чем говорите, потому что спасение от иудеев. Меня это напрягло. Это почему же так спасение от иудеев? Не тех, которые распили Господа. От иудеев имеется ввиду вот от того Петра, который пришел и сказал слово, которым спасешься ты и дом твой. В первом послании Иоанна есть такие замечательные слова, что вот когда вы имеете общение друг с другом, когда вы имеете общение друг с другом, не где-то там ушел в Моав, не где-то кто-то в землю филистинскую, а когда имеете общение друг с другом, то там написано что дальше? кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Удивительно, как Бог вот эту церковь, вот это свое тело поставил во главу всей вселенной, всей вселенной. Бог желает, чтобы на этом месте всегда говорилось слово, которым может спастись человек. Вы хорошо сделали, что пришли, и хорошо сделали прежде всего себе. Почему? Потому что во-первых, исполнили слово Божье, во-вторых, услышите слово Божье, а в-третьих, кому-то послужите словом Божьим. Так что когда вы приходите в дом Божий, вы всегда должны понимать и разуметь, что вы как раз и сделали то хорошо, которое было сказано Петру. Благословенны вы, благословенное имя Господне, что он так чудно устрояет вот в своем теле, вот на этом чудном сионе земле иудейской. Станем, будем молиться. Господи, благословен от века, Ты Бог, Ты Бог нашей радости и веселья. Ты однажды нам открыл эту чудесную истину спасения и дал нам радость радоваться о нашем спасении. Благодарим Тебя, что Ты приобщил нас, Господи, к числу святых Твоих, к числу церкви Твоей, Господи, к Твоему чудному сиону, к которому обращены взоры всей земли, Господи, однажды Ты, когда придешь вместе с народом своим и с нами тоже, мы будем, Господи, править всем миром и все взоры будут обращены на Твою церковь, на Твою невесту. Я благодарю Тебя, что Ты нам дал разумение это, разумение имени Твоему, разумение Слова Твоего. Господи, изливай эту Твою благодать, надействует она могущественно среди народа Твоего, Господи, благословляй, открывай, сделай нас, Господи, этой доброй землей, на которой упадет это семя и даст плод в 30, 60 и в 100 крат. Господи, и тогда прославится имя Твое, если мы принесем много плода. Господи, благословен Ты вовеки добудешь. Желаем благословлять Тебя здесь и в вечности славить святое имя Твое, ибо Ты достоин. Ты умер за грехи наши и воскрес в третий день по Писанию для оправдания нашего. Будь благословен вовеки наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok